Электромагнитное поле Электромагнитное поле — это совокупность электрического и магнитного полей, которые могут при определенных условиях порождать друг друга. Скорость распространения электрического тока — равна скорости света, то есть скорость распространения фронта электромагнитной волны. Волна — это изменяющаяся со временем пространственное чередование максимумов и минимумов любой физической величины, например, плотности вещества, напряженности электрического поля, температуры. Чтобы в проводнике возник электрический ток, нужно со скоростью света запустить вдоль этого проводника чередование максимумов и минимумов напряженности магнитного поля. Коллектор, то есть собирающий энергию провод, рациональнее свернуть в кольцо и относительно центра вращать полюса магнита. Ну а около световой скорости масса тела стремится к бесконечности, поэтому на относительно малых скоростях генерацию удастся осуществить только с помощью дорогого виткоземельного магнита. Известно, что фазовая скорость любой, с приугодно медленной волны, в том числе переменного электромагнитного поля, может превышать скорость света. Управляя отдельными сегментами гирлянды, можно создавать бегущую волну. Таким же образом можно вращать и магнитное поле вдоль коллектора. Для этого достаточно иметь три управляющих соленоида с коллектором в качестве общего сердечника и три синхронных генератора гармонических колебаний, сдвинутых друг относительно друга по фазе на треть периода, либо четыре соленоида и условно четыре генератора с разницей фазы в четверть периода. Нагрузкой каждого генератора должен быть колебательный контур, настроенный в резонансную рабочую частоту. Сопротивление параллельного колебательного контура на резонансной частоте стремится к бесконечности. Коллектор, расположенный на центральной оси соленоида, образует путь протекания электрических зарядов вдоль силовых линий магнитного поля. Между магнитом и проводником стоком, расположенным параллельно линиям магнитного поля, силовое взаимодействие стремится к нулю. Эти два условия позволяют в режиме холостого хода при минимальных затратах энергии поддерживать колебания катушки. Вращающееся магнитное поле создаёт сильные наводки, которые негативно влияют на работу полупроводниковых приборов. При ядерном взрыве в радиусе действия поражающих факторов происходит ударная ионизация полупроводников, и вся электроника выходит из строя. Электровакуумные приборы менее восприимчивы к электромагнитным импульсам, поэтому военные аппаратуры выполняются на радиолампах. Чтобы использовать в генераторе твердодельные компоненты, электрические цепи следует размещать в центре коллектора, где скорость волны и напряженность магнитного поля значительно ниже, чем на внешней стороне. Изменяя конструкцию коллектора из многожирного провода, можно варьировать параметры вырабатываемой электроэнергии. Чтобы повысить выходное напряжение, нужно увеличить длину коллектора, свернув его в несколько витков. Чтобы добавить силу тока, необходимо увеличить толщину коллектора, соединив параллельно несколько колец. Чтобы обеспечить стабильный режим работы, коллектор должен быть снабжен датчиком температуры и датчиком превышения напряжения. Приблизительную частоту осцилляторов можно вычислить, разделив скорость света на длину коллектора. Важно отметить, что скорость вращения магнитного поля должна быть немного ниже скорости света. Нельзя допускать частоту, соответствующую скорости света. В противном случае при полном резонансе произойдет моментальное разрушение коллектора и выделение энергии, сопоставимой с ударом молнии. Этот эффект делает генератор свободной энергии устройством двойного назначения. В одном режиме это неисчерпаемый источник энергии, в другом это взрывное устройство. Земля может прокормить сотни миллиардов людей. Другое дело, что с ростом цивилизованности третьего мира естественным образом снизится и рождаемость. Так что численность населения стабилизируется, скажем, на уровне десяти или пятнадцати миллиардов. Современная технократическая цивилизация обречена. Но сразу отказаться от сверхпотребления и сверх загрязнения окружающей среды элита не может. Внедрение технологий бестопливной энергетики и холодного ядерного синтеза это путь постепенного отказа Запада от сверхпотребления. Возвращение к природе. Это жизнь в автономных поселениях или жизнь в общинах. Вне мегаполисов. С приходом таких технологий система власти иллюминатов попросту отомрет. Пропадет и дикое социальное расслоение. Человечество перейдет на естественную систему самоуправления. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИСТЕЛЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА